Расширенное заседание провели еще две региональные партийные организации «Справедливая Россия» и «Родина». Речь шла о поддержке кандидатов на пост главы Чувашии. На заседании «Справедливая Россия» председательствовал Анатолий Аксаков, который, помимо работы в Госдуме, возглавил Высший экономический совет Чувашии. Буквально позавчера бизнес-сообществу республики был представлен «Результат деятельности совета» – комплексная программа развития региона. Анатолий Аксаков оценил и работу однопартийца Олега Николаева в должности руководителя республики, отметив, что она была бы еще успешнее, если бы не пандемия коронавируса. Несмотря на то, что Олег Николаев принял решение идти на выборы как самовыдвиженец, региональное отделение партии «Справедливая Россия» считает своим долгом всемирно его поддерживать. То есть сказать, что люди очень хорошо и дружелюбно всегда относились к Олегу Алексеевичу, потому что у него чудесные личные качества – это выдержка и стрессоустойчивость. Подвижение Олега Николаева кандидатам на пост главы Чувашии единогласно поддержали и члены регионального отделения партии «Родина». По словам лидера Владимира Михайлова, они полностью согласны с курсом на ускоренное социально-экономическое развитие, которым идет Чувашия в последние пять лет, и поддерживают другие инициативы руководителей региона. Вот совсем недавно было принято решение поддержать села и деревни, раздать им по 100 тысяч рублей. Это очень хорошая поддержка для людей, живущих вдали от города. Они могут по своему усмотрению облагородить там деревню, территорию. Мы считаем, что эта работа очень правильная. Участники конференции «Справедливая Россия» и «Партия Родина» уверены, что положительные изменения в республике продолжатся. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Николай Скворцов. Республика.